Глава 11 Следующая неделя началась с напряженной работы. Каждое утро Тухокс проводил три часа за изучением языка. Потом он до полуночи и дальше работал в своем кабинете. Кабинет находился на одной из больших фабрик на окраине Камайи. На работу его доставляли в бронемашине, которая постоянно дежурила по домам на готове. Иногда он выходил наружу в сопровождении двух охранников из команды бронемашины. Он знал, что они должны не только препятствовать любой его попытке к бегству, но и защищать его в случае опасности. Раске поручил ему сконструировать устройство для синхронизации скорострельности пулемета с вращением пропеллера самолета. Тухокс знал основной принцип такого устройства, но ему потребовалось 4 дня, чтобы изготовить расчет и чертежи. Сразу же после этого он должен был консультировать группу, которая изготовляла ракеты «Воздух-Земля». Это заняло у него еще неделю. Затем он был прикомандирован к проектной группе, которая занималась разработкой машин, инструментов и обучением обслуживающего персонала для массового выпуска самолетов. Тухокс вместе с инженерами и техниками изготавливал первые рабочие чертежи, когда Раске забрал его с этого поста. «У меня много интересной работы для вас. Мы будем обучать пилотов. Ядро новых военно-воздушных сил Пиркунии. Вы не чувствуете себя одним из отцов-основателей боевой воздушной армии?» Раске пылал энтузиазмом, был счастлив и оптимистичен. Тухокс знал, что Раске застрелит его, если только узнает, что Тухокс предатель. Но он все же не мог не признать, что Раске симпатичен ему. Это чувство симпатии облегчало ему работу на Раске и для Раске. Прошло три недели. Наступила осень и появились первые признаки приближающейся зимы. Тухокс едва находил время, чтобы поговорить с Квазиндом. Вопреки всему, он воодушевился своим новым заданием – обучением пилотов. К тому времени было изготовлено вручную два двухместных моноплана. Каждый из них имел 12-цилиндровый мотор с водяным охлаждением, двойное управление и радиус полета 300 км со скоростью 160 км в час. Это было далеко не то, что построил бы Раске, будь у него больше времени и необходимые материалы. Но алюминия не было, и лучшая имеющаяся в их распоряжении сталь была далеко от качества стали на Земле-1 в 1918 году. Авиабензин здесь имел низкое октановое число, и поэтому машина была простой, ограниченной в скорости и радиусе полета. Но несмотря на это, как разведчик, штурмовик и легкий бомбардировщик для налетов на объекты недалеко от фронта, современной задачей перкунской армии она вполне подходила. Кроме того, она значительно превосходила по скорости и маневренности здешние военные воздушные корабли. В тот день, когда Раске приставил первую готовую машину, сам правитель во главе полного состава высшего командования появился на аэродроме. Король Перкунии был широкоплечем мужчины лет 50, с густой бородой и медлительной манерой разговора. Последнюю войну он потерял правую руку. Тогда он командовал пехотой во время нападения на последний опорный пункт Бладландии на Европейском континенте. И в рукопашной схватке Бладландский офицер с саблей отрубил руку молодому королю. Это настолько жесточило перкунских солдат, что они четвертовали офицера и убили всех защитников опорного пункта. Когда трибуны заполнились, Раске вышел из ангара. Он забрался в машину и запустил мотор. По рядам офицеров высшего командования пробежал тихий говор. Электрический стартер еще не был изобретен, и все двигатели внутреннего сгорания приходилось заводить вручную. Моторы управляемых воздушных кораблей перед стартом приходилось даже заводить при помощи вспомогательных машин. Покрашенный серебристой краской моноплан оторвался от земли, поднялся на тысячу метров и устремился вниз. Пронесшись на толпой, так что собравшиеся гости испуганно втянули голову в плечи и на высоте нескольких сотен метров исполнил каскад петель и имельманов, после чего опустился на все три точки и замер на поле аэродрома. Тухокс непроизвольно вздрогнул, когда кое-как оправленные в гуттаперчу колеса ударились отравянистой поверхности аэродрома. Но шасси выдержало, и машина в полном тишине подкатила к трибунам. В то время, как высокопоставленное начальство разразилось криками «Ура!», окружило Раски плотным кольцом, Тухокс подошел к моноплану и осмотрел шасси. Спицы обоих колес были слегка погнуты. Через несколько посадок колеса придется менять. Но для того, чтобы изготовить в этой стране синтетическую резину, нужно по крайней мере еще 2-3 года. Химики экспериментировали на базе информации, полученной от Раски, но они имели весьма слабое представление о получении ниспрена и хлорофена. Затем были построены еще две машины. Раски и Тухокс испытали все четыре прототипа, совершили нападение на колонну бутафорских машин, чтобы проверить скорострельные пушки, выпустили ракеты и сбросили бомбу. Тухокс заметил, что когда он летал на самолете, бак машины был заполнен только на одну четверть. Раски не хотел допускать, чтобы в голову его коллеги пришла мысль бежать на самолете к находящемуся в 150 км побережью на севере. Новый авиастроительный завод работал на полную мощность в три смены. Однако первые серийные машины должны были появиться только через несколько месяцев. Раски и Тухокс с утра до вечера находились в воздухе, обучая пилотов. Когда они подготовили 10 первых, те в свою очередь стали обучать других. А затем произошло неизбежное. Одна из машин сорвалась в штопор, инструктор и ученик погибли. Другая машина вовремя не оторвалась от земли, перевернулась на аэродроме и была полностью разбита, хотя ее пилот отделался только царапинами и легкими ушибами. Раски был в ярости. У нас осталось только две машины, и если приплюсовать сюда еще и время на ремонт и замену колес, окажется, что в воздухе сможет находиться только одна машина. Однажды вечером, когда Тухокс по собственному желанию работал над съемными баками для горючего, в его кабинет быстрыми шагами вошел Квазинт. «Послезавтра», – сказал он, – «бладландский агент сказал, что мы должны быть готовы». «Куда они хотят нас отправить?» «Ночью мы проведем вас по стране, а днем будем прятаться. На берегу будет ждать лодка, которая доставит нас в Тирсванд. Оттуда на воздушном корабле отправимся в Бладландию». «Это довольно рискованно», – сказал Тухокс. «Я подумаю. Позже еще поговорим». Когда он совершил второй учебный полет за день, пришел в ангар, Раской поздоровался с ним. На лице немца играла странная улыбка. И Тухокс отнасторожился. Не обнаружены ли контакты Квазинта с иностранной агентурой? Он осмотрелся. Но все казалось было как обычно. Рабочие изготовляли две новые машины, группа учеников выслушивала инструкции одного из нас коробочных пилотов. А несколько солдат, которых он заметил, были обычной охраной. Раской сказал. «Вы как-то рассказывали мне, что восхищены девушкой по имени Ильмика. Вы хотите ее иметь?» «Что вы под этим подразумеваете?» Озадаченно спросил Тухокс. «Вы не знаете, что произошло?» Тухокс отрицательно покачал головой. «А она попала в немилость. Король сам предложил ей свободу, если она откажется от Бадландии и примет Пиркунское гражданство. Эта глупая гусыня оскорбила его и почти впала в истерику. Вы можете себе это представить. Странно, что ее не убили на месте. Король удовлетворился тем, что бросил ее в тюрьму». Раски усмехнулся. «Я помню, как вы говорили мне о том, что девушка эта красива и нравится вам так, как не нравилась ни одна девушка до этого. Теперь, мой друг, чтобы показать вам, как я оценю вас и как забочусь о своих людях, я устроил так, чтобы вы получили свою даму сердца. Сегодня утром я говорил об этом с королем, и он нашел мою идею весьма разумной. Он считает, что девушка будет наказана так, как она этого заслужила. «Я почти завидую вам, мой дорогой». «Это что, шутка?» – осторожно спросил Тухокс. Раски рассмеялся. «Благородная Ильмейка, родственница королей и министров, и еще бог знает кого, она ваша рабыня. Вы можете сделать с ней все, что хотите. Я... что с вами? Я думал, вы обрадаетесь этому?» «Подавлен». «Более точное слово», – сказал Тухокс. «Только... что будет с ней, если я не соглашусь?» «Не согласитесь? Вы с ума сошли! Если вы действительно сошли с ума и отклоняете мое предложение, ну тогда не знаю. Я слышал, что ее может посадить в одиночку, пока она не отдаст там богу душу. А может, попадет в один из воинских борделей, и кто знает, кого это заботит». Тухокса это тоже не должно заботить, но он понял, что должен взять Ильмейку в качестве своей рабыни. Это единственный способ спасти ее. Он сказал. «Все в порядке. Пришлите ее ко мне». Раскай хлопнул его по плечу и подмигнул. «Расскажите мне, как у вас там получится, а?» Тухокс вынудил себя улыбнуться. «Пока подожду». Раскай сказал, что нужно снова приниматься за работу. Сегодня обучением пилотов должен заниматься Тухокс, потому что сам он будет на совещании у главнокомандующего. «Это самый реакционный и тупой дурак в мундире, из всех которых я когда-либо видел», – фыркнул Раске. «Я разработал скорострельное оружие, которое десятикратно усилит огневую мощь пехоты. Так вы думаете, этот тупица захотел его иметь?» «Нет!» «Он сказал, что обычный солдат звал потребитым. Он будет выпускать пулю за пулей вместо того, чтобы тщательно целиться. Это оружие будет слишком щедро расходовать боеприпасы». Но это не единственная причина, по которой он не хочет такого оружия. Вы знаете, что обслуживающий персонал скорострельного оружия должен состоять только из офицеров. Простые солдаты и нищий обслуживающий персонал должен получать это оружие только в случае самой крайней необходимости. Это смешное правило основано на том, что 30 лет назад произошло восстание, когда часть армии рабочие, рабы и простые солдаты восстали. Восстание было подавлено, но с тех пор аристократы заботятся, чтобы у простых людей в руках не было опасного оружия. Тухокс занялся обучением пилотов. К вечеру он решил испытать новые дополнительные баки, создававшиеся под его началом. Они располагались под крыльями, там где были крепления для ракет. Шланги присоединялись к бензиновой помпе, снабжённой двумя дополнительными вентилями. Их можно было открыть при помощи обычного тросика из кабины пилота. В двух основных баках находилось совсем немного бензина. Тухокс запустил мотор и позволил ему поработать несколько минут. Потом открыл вентиля дополнительных баков. Во время переключения мотор работал без перебоев. Тем временем наступила полночь. Тухокс приказал убрать дополнительные баки и шланги и вернулся домой в Камае. Квозинт, как обычно сопровождавший его, по пути сообщил, что его агент дал знать, что время бегства окончательно установлено на этой неделе. Но Тухокс не хотел услышать об этом. Передай ему, что у меня другие планы. Нет, пусть он лучше приедет и сам поговорит со мной. Квозинт возразил, что агент не пойдет на это. Устанавливать контакты напрямую очень опасно. Если он этого не сделает, все их предприятие лопнет. Когда они добрались домой, то обнаружили там двух солдат и Эльмику Хускарле. Она сидела на огромной софе, руки ее лежали на коленях. Несмотря на свои старания не терять достоинства, она выглядела уставшей и подавленной. На ней была свободная блузка и длинная юбка из дешевой, крашеной хлопчатобумажной ткани. Девушка была потрясена, увидев вошедшего Тухокса. По-видимому, ей не сказали, кто живет в этой квартире. И она даже не знала, что ее ждет. Тухокс отпустил солдат. Девушка заговорила первой. «Зачем я вам нужна здесь?» Тухокс без обиняков рассказал ей. Она восприняла эту новость, не теряя самообладание. «Вы должно быть устали и голодны», сказал Тухокс. «Квазин, принеси еды и вина». «А потом?» спросила она, взглянув на него. Он ухмыльнулся или Мика покраснела. «Не то, что вы думаете», сказал он. «Мне не нужна женщина, которая меня не хочет. Я не буду принуждать вас. Вы можете спать в коморке кухарки, которая на ночь уходит домой. Я не буду возражать, если вы даже запрете за собой дверь». Внезапно по ее щекам побежали слезы. Губы задрожали. Она встала, громко всклипевая. Он положил ее руки на плечи и прижал ее лицо к своей груди. Несколько минут Ильмика безудержно рыдала, а потом высвободилась из его объятий. Тухокс дал ей носовой платок. Пока она вытирала слезы, появился Квазинт и сказал, что на кухне для нее приготовлена еда. Ильмика без единого слова последовала за ним. Когда Квазинт вернулся, Тухокс сказал, «Я поговорю с ним перед тем, как она лежит спать. Она должна знать, что здесь происходит. Зачем вы все это для нее делаете? Может быть, я влюблен в нее. А может, это безнадежный случай рыцарства? Не знаю. Знаю только то, что я не позволю бросить ее в темницу на пожизненное заключение или отправить в воинский бордель». Квазинт пожал плечами, показывая, что он ничего не понимает. Но если Тухокс так хочет, пусть так все и будет. Тухокс улегся в постель и задумался. Появление девушки все изменило. До сих пор он отбрасывал мысли о бегстве или в лучшем случае только изредка задумывался об этом. Но теперь появилась настоятельная необходимость. Он встал и вышел из спальни, чтобы пойти на кухню. В живой комнате Тухокс застал Квазинта, который тихо разговаривал с каким-то незнакомцем. Чужак был одет в серую одежду домашнего слуги и в руках у него было только что выстиранное простыне. Как несколько позже узнал Тухокс, его звали Рульф Андерсон. Тухокс пригласил их обоих в спальню. Пока Андерсон торопливо менял простыни, Квазинта разжил у двери. Тухокс спросил, что скажет правительство Бладландии, если оно получит новейший самолет, обладание которым сэкономит ему месяцы разработок и подготовленных работ? — Даже не знаю, — сказал Андерсон. Это так фантастично. Вы можете установить связь со своими людьми в Тирсанде? И в двух словах Тухокс обрисовал агенту свой план. — Да, но для того, чтобы все подготовить так, как вы сказали, нам нужны будут два дня. — Исключено, — сказал Тухокс. — Если Раскай сам не обратит внимания на дополнительные баки, другие скажут ему, что они уже готовы. И тогда ему несложно будет понять, что я затеваю. Нет, мы должны действовать быстро. Послезавтра все должно быть готово, не позже. Все будет в порядке, мы попытаемся. Позже я увижу Квазинда еще раз и передам инструкцию. Тухокс еще раз повторил важнейшие пункты своего плана и убедился в том, что Андерсон точно понял, что нужно делать. Агент ушел. Тухокс подергал дверь в комнату Эльмики. Она была заперта. Квазинд, утром ты остаешься здесь. Мы должны создать впечатление, что я считаю ее своей рабыней. Пускай она хорошенько поработает здесь. Готовка, уборка, вытирание пыли и так далее. После короткого сна он покинул свою квартиру и поехал на аэродром. У него там было много дел. Он должен был еще закончить и работу Раске. Сам немец уехал к главнокомандующему. Тухокс это было на руку. Он внес несколько мелких изменений в дополнительные баки и поднялся в кабину, чтобы проверить эти изменения в полете. Когда он совершил посадку, его ожидал офицер, несущий ответственность за подготовку обоих новых самолетов. Он сказал, что машины в общем и целом готовы и что можно уже присоединять бензобаки. Добавочные баки со старой машины нужно было снять и удалить подвесные крепления. Ему было жаль их, но других баков для установки на новые машины не было. Очень хорошо, сказал Тухокс, бросив взгляд на часы. Сделайте это завтра же. Но мы получили приказ от Раске немедленно подготовить новые машины. Ночная смена встроит баки. Тухокс был неумолим. Я хочу, чтобы Раске видел мои добавочные баки. Они увеличат радиус в действии наших машин на 150 километров. Нет, это намного важнее, чем день промедления с новыми машинами. Я хочу, чтобы мы оставили баки там, где они есть. Мои люди не могут сделать этого. Раске снимет с меня голову за промедление. Я беру на себя всю ответственность, сказал Тухокс. Вы и люди из вашей ночной смены могут идти по домам, если ничего больше не надо делать. Вы работали очень напряженно и у вас и так уже слишком много сверхурочных часов. Я письменно подтвержу это. Офицер, казалось, боролся с сомнениями. Затем он отдал честь и прошел через ангар, чтобы сообщить своим людям о новом приказе. Тухокс наблюдал за ним. Существовала вероятность, что офицер свяжется с Раской, чтобы получить подтверждение только что полученного приказа. Если Раска услышит об этом, он тотчас же поймет, что намеревается сделать американец. Тухокс подошел к офицеру. Вы, кажется, боитесь затруднений, сказал он. Я предлагаю вам немедленно связаться с Раской. Если он отдаст приказ продолжать работу, вы сделаете это. Таким образом, во всяком случае, вы себя обезопасите. Офицер, казалось, облегченно вздохнув, поспешил прочь. Через десять минут он вернулся и разочарованно сообщил. Раска на совещании. У него нет времени. Но он распорядился, чтобы я обращался к вам, если возникнут какие-нибудь проблемы. Я беру на себя всю ответственность. Тухокс вздохнул. Он выиграл эту игру. Квозинт нетерпеливо ожидал его в квартире. Андерсон сообщил, что агенты в Тирсленде осведомлены обо всем. И люди на побережье уже готовы. Но с утра больше не было никаких сообщений. Он очень обеспокоен. Если ветер на побережье силен, они не смогут принять машину. В таком случае нам придется оставить самолет и взять рыбачий баркас. Где Эльмика? В своей коморке. Она спит. Но я ей все рассказал. Тухокс пожелал Квозинту доброй ночи и отправился в постель. Он тотчас же заснул, и ему показалось, что его разбудили через несколько минут. Что, неужели уже пора вставать? Нет, сказал Квозинт. Вас вызывают по телефону. Это Раска. Среди ночи... Он взглянул на часы на своем ночном столике. Было два часа ночи. Тухокс вылез из постели, прошлепал в соседнюю комнату и взял трубку. В ней шипело и щелкало. Голос Раски звучал немного расплывчато. Перкунская телефонная техника оставляла желать много лучшего. Раска? Тухокс! Взорвался Раски. Что это за трюк вы выкинули? И таким образом, что я ничего не узнал. Вы считаете себя слишком умным, друг мой? Тухокс спросил. О чем вы говорите? Раски объяснил, что это было именно то, чего боялся Тухокс. Дежурный офицер не удовлетворился его заверениями и еще раз попытался связаться с Раски. На этот раз ему повезло и Раски, узнав о дополнительных баках, тут же разгадал намерения Тухокса. Я еще никому ничего не сказал, объяснил Раски. Вы мне симпатичны, кроме того, вы мне нужны. Таким образом, это дело не будет иметь для вас нерадикальных последствий, но я вынужден ограничить вашу свободу. Вы получите точный план работы и я приму необходимые меры предосторожности, чтобы каждый день и каждую ночь мне докладывали о вашем присутствии на работе и дома. Раски сделал паузу. Тухокс молчал. Когда немец продолжил, в его голосе слышали жалобные нотки. Почему вы хотите бежать? Вам же здесь хорошо, вы влиятельный человек, бладландцы ничего не смогут вам предложить. Кроме того, Бладландия в затруднительном положении, но следующий год в это же время она будет покорена. Мне в Перкунии просто неуютно, сказал Тухокс. Она сильно напоминает Германию. Раски коротко фыркнул, потом сказал. Еще один такой трюк и вас поставят к стенке. Вы меня поняли? Конечно, сказал Тухокс. Еще что-нибудь? Я спать хочу. Раски удивленно хмыкнул. Вы слишком хладнокровная. Я охотно позволю вам это. Очень хорошо. Вы покинете свою квартиру точно в 6 утра и сразу же по прибытии на аэродром доложите скоменданту. Ваш слуга, этот Квазинт, сможет покидать квартиру только по особому распоряжению. Я немедленно проинструктирую вашу охрану. И кое-что еще. Если вы будете плохо себя вести, вас отберут вашу маленькую беленькую куколку. Понятно? Понятно. Ответил Тухокс и повесил трупу. Продолжение следует...